2 Коринфянам, глава 10, стих 3. И пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Когда в 3 стихе говорится о том, что оружие наше не плотское, слово «плотское» не означает «греховное». Речь здесь идет о нашем физическом теле, о физической силе. Здесь говорится о нашем физическом естестве. В расширенном переводе это звучит так, ибо мы, живя в оплоти, в физическом теле, в реальной сфере, не сражаемся, используя свою физическую силу и обычное оружие. То есть здесь говорится, что духовная война – это не рукопашный бой и не стрельба. Духовная война – это не физическая борьба. Здесь говорится о том, что духовная битва будет другой. И далее мы видим, что из себя представляет духовная война. Поймите, мы не будем вести войну на физическом, осязаемом человеческом уровне. Нет, здесь говорится, что оружие воинствования нашего – не плотское. Здесь используется слово «плотский» или «греховный», но имеется в виду наше мышление. Здесь говорится о человеке, чье мышление – плотское или греховное. Мышление такого человека не изменено, и оно противоречит Божьему Слову. Итак, если ваши мысли плотские, и вы наверняка слышали выражение «плотской христианин». Что такое плотской христианин? Это христианин, который по-прежнему мыслит неправильно. Плотской христианин – это христианин, чье мышление противоречит Божьему Слову. А в 4 стихе мы читаем, «Оружие воинствования нашего – мысли наши – не плотские, не противоречащие Божьему Слову, но сильные Богом на разрушение твердынь». Они не противостоят Божьему Слову. Вот поэтому здесь используется слово «плотской». Наше оружие – это не оружие, восстающее против Бога, но наше оружие – Божье, и оно имеет силу разрушать твердыни. Обратите внимание на то, что здесь говорится. «Оружие, которое мы используем, от Бога и действует благодаря Богу или Божьему Слову». И здесь написано, что это оружие разрушает твердыни и не спровергает замыслы. Это очень важно, потому что указывает на место, которое станет полем битвы. Дамы и господа, твердыни находятся в разуме человека. Твердыни существуют в мыслях человека. Мы должны понимать, что эта война будет происходить в нашем разуме. Ваш разум – это поле духовной битвы. Ваш разум – это арена, на которой вы либо победите, либо потерпите поражение. Твердыни появляются у вас из-за неправильных мыслей, которым вы позволяете бесконтрольно расти в вашем разуме. Негативные мысли, от которых вы не избавляетесь, обрастают новыми деталями, подпитываются дополнительными сведениями, и все больше укореняются в вашем разуме. Проходит совсем немного времени, и, пожалуйста, в разуме человека появляется твердыня. И он говорит, «Я не могу это остановить». А все из-за того, что человек вовремя не позаботился о своих мыслях. «Итак, поле битвы – разум человека. Разум – это место, где будет проходить духовная война. И победа в этой войне – это победа в разуме». Заметьте, что оружие, сильное Богом, разрушает твердыни. Получается, что разрушить негативное мышление, можно Божьим Словом. И как это сделать? Прежде всего, не молчать. Всякий раз, когда вы видите что-то, всякий раз, когда к вам приходит та или иная мысль, вы должны спросить себя, «Откуда эта мысль?» Если эта мысль противоречит Божьему Слову, знайте, что она пришла не от Бога. А если эта мысль от дьявола, вы обязаны воспользоваться Божьим Словом, чтобы разрушить ее, чтобы она не смогла вырасти и послужить материалом для новых твердынь. Проще говоря, если вам приходит мысль вроде этой, «Я, скорее всего, умру от той же болезни, от которой умер тот мой родственник», вам нужно открыть рот и произнести Божье Слово, потому что только так вы не спровергаете замыслы. Вам нужно сказать, «Ранами его я ицелен, я буду жить долго». Так вы не спровергаете эту мысль Божьим Словом, исходящим из уст ваших. Мыслью невозможно не спровергнуть другую мысль. Мысли можно не спровергнуть только Божьим Словом, исходящим из ваших уст. Значит, вам нужно открыть рот и начать говорить Божье Слово. Если у вас есть мысль, «Судя по всему, я буду нищим всю свою жизнь». Да, эта мысль пришла к вам в голову, но теперь вы должны открыть рот и провозгласить Божье Слово, которое противоречит этой мысли. И не спровергает ее. Вы должны, во-первых, сдерживать свои мысли Божьим Словом, а во-вторых, не спровергать мысли, также Божьим Словом, говоря его вслух. Говорите Слово. Поначалу, возможно, придется, не замолкая весь день, произносить Божье Слово и не спровергать мысли. Произносить Божье Слово и не спровергать мысли. Произносить Божье Слово и не спровергать мысли. Но чем чаще вы это делаете, тем реже вам придется делать это, потому что ваша власть в этой сфере будет расти, но если вы не знаете, как поступать, вы будете сидеть сложа руки, позволяя глупым мыслям наполнять ваш разум, потому что будете полагать, что ничего не можете с этим поделать и не в силах обуздать свои мысли. Я тоже так думал. Но обуздать мысли можно. Их можно обуздать Божьим Словом. Вы можете обуздать их Божьим Словом. Да, вы не можете помешать своим мыслям проникнуть в ваш разум. Мне нравится, что на этот счет говорил Брад Хейган. Он говорил, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, но вы можете не позволить им свить гнездо в ваших волосах. Вы понимаете, о чем я? И так с этого все и начинается. Мысли — это семена. И, пожалуйста, поймите, на что способен Сатана? Все его усилия, все его внимание сфокусированы на том, чтобы заставить вас мыслить так, как желает он. Это оружие дьявола. Как бы мне закинуть свои мысли в их разум? Как мне добиться, чтобы мое мышление стало их мышлением? Что мне сделать, чтобы мои мысли проникли в их разум и оставались там дольше, чем Божьи мысли? Чтобы не Бог, а Я обосновался в их разуме как дома. И после того, как мысли проникнут и укоренятся, окрепнут в вашем разуме, они находят выход через ваши уста, они наполняют ваше сердце, а затем овладевают и всей вашей жизнью. Вы увидели это? Это настоящая война. Это битва в разуме. Арена. Стадион, где будет проходить Кубок Чемпионов прямо сейчас. Это ваш разум. Аминь. Вы готовы к этому? Обратите внимание на то, что здесь написано. Не спровергаем замыслы. Корень слова замыслы — мысль. Не спровергаем мысли. Не спровергаем мысли, потому что если в вашу голову приходит мысль, вы начинаете прокручивать ее в голове, тем самым подпитывая ее. И эта мысль становится хорошим материалом для образования твердыни. Не спровергаем замыслы. И что? И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Заметьте, что Бог повелевает нам не спровергать замыслы и избавляться от мыслей, которые превозносятся над познанием Бога. И далее идет пояснение, как это сделать, пленив эти мысли. Пожалуйста, поймите, друзья, когда здесь говорится о неспровержении замыслов и всякого превозношения, восстающего против познания Божия, имеется в виду, что вы должны выбрасывать, избавляться от всего в вашем мышлении, что противоречит Божьему слову. А это значит, вы должны стать надсмотрщиками над своими мыслями. Вы больше не можете быть безучастными. Это не важно, потому что это только мысли. Разве может мысль кому-то навредить? Да, мысль не может кому-то навредить в этот момент. Но если она вырастет, тогда она пробьет себе дорогу в вашу жизнь и проявит себя. Мы должны не спровергнуть ее, не продумывать ее в деталях, не подпитывать ее новой информацией, чтобы она не выросла еще больше. Избавьтесь от нее. Если она противоречит Божьему слову, избавьтесь от нее. Нельзя прокручивать в голове мысли об извращениях, потому что если вы их не не спровергнете, очень скоро эти мысли реализуются в вашей жизни. И вот что делает дьявол. Он обязательно поставит программу на одну из 600 спутниковых каналов, которая будет подпитывать эту негативную мысль. Какой-то образ, какой-то фильм или что-то иное, поддерживающее эту мысль. Раньше извращения называли извращениями, и все считали их неприемлемыми. Но случилось вот что. Кто-то не выбросил эти мысли из головы и стал их подпитывать, а потом кто-то излил эти мысли в образы, а кто-то перенес их в комедийные программы. Из них они перешли в ток-шоу, а из ток-шоу художественные фильмы. И вот кто-то уже вручает за это Оскара. И теперь никто не даст гарантии, что люди будут считать это извращением. Вот как это действует. А Бог повелевает нам не спровергать такие мысли. Каким образом? Божьим словом. Я заставляю мысль, которая противоречит Божьему слову, подчиниться Божьему слову. Послушайте, друзья, если я не знаю, что говорит Божье слово, мне будет трудно расставить сеть, чтобы пленить эту мысль. Если вы позволяете миру убеждать вас в том, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь такие мысли, если вы позволяете ток-шоу убеждать вас в том, что нет ничего плохого в таком мнении, тогда вы приглашаете в свою жизнь твердыни. И знаете что? Может, с вами ничего и не произойдет, но такое мышление перейдет к вашим детям и проявится в них, потому что мы не смогли его победить, потому что мы не смогли его преодолеть Божьим словом и не подчинили свое мышление Божьему слову вообще.